Неважное на отечественном транспорте. Первый поезд Иволга четвертого поколения вышел на московский центральный диаметр. И внешний и внутренний он соответствует высшим стандартам. Входов больше, кресло удобнее, воздух свеж, свет не режет глаз. Уже после первой поездки пассажиры понимают, в каком вагоне им наиболее удобно. Например, если с велосипедом или большой сумкой. Анастасия Кобозева уже оценила преимущество такой Иволги. Пассажиры московского центрального диаметра сегодня были приятно удивлены. На линию вышли новые Иволги. Это уже четвертая модель в этой линейке. Кто-то сразу обратил внимание на обновленный дизайн. Такой лаконичный и, скажем так, неизбитый. Приятный фиолетовый, ежевичный цвет. Очень удобные сидения. Подлокотники можно регулировать. Другие отметили быстрый, плавный и бесшумный ход поезда. Очень тихий, эргономичный. Все видно. Очень классно. Пассажиропоток на МЦД постоянно растет. Инженеры учли и этот момент. В поезде стало больше дверей по три в промежуточных вагонах. А это значит, что выходить или наоборот заходить пассажиры будут быстрее. Без очередей. Это особенно актуально. В час пик. И такие Иволги постепенно полностью заменят старые московские электрички. И только до конца этого года поставят больше 50 современных поездов. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы. Сергей Собянин вместе с главой РЖД Олегом Белозеровым запустили на линии МЦД-4 новый состав. Мы специально создавали новый поезд Иволгу для центральных диаметров. Спасибо Трансмашхолдингу, который разрабатывал и производит этот поезд на 97% из российских комплектующих. Сегодня на МЦД-1 и МЦД-2 полностью обновлен подвижной состав. На Д-3 будет закончен в этом году и на следующем году на Д-4. Огромную работу, которую мы проводим вместе с Москвой по подготовке инфраструктуры, шпалы, рельсы, мощность, сила энергетики, очень важна для того, чтобы подвижной состав шел с тем интервалом, к которому уже на сегодняшний момент привыкли москвичи. Максимальная скорость четвертой Иволги – 160 км в час. Это позволяет сократить интервал между поездами. Всего 11 вагонов. В них одновременно могут ехать более 2,5 тысяч пассажиров. Если кто-то передвигается на велосипеде, можно не переживать. Толкаться в вагоне с пассажирами не придется. Есть парковка. Если вы на электросамокате, здесь же его можно зарядить. Ну а если вдруг вот-вот разрядится телефон, на этот случай в вагоне есть вот такие столики с беспроводными зарядными устройствами. Все-таки без связи сейчас никак. В новой Иволге есть и бесплатный Wi-Fi. Еще один приятный бонус – умное освещение, яркая подсветка утром и спокойное вечером. О мамах тоже позаботились. Предусмотрели места для колясок. Всем должно быть комфортно, говорит ведущий специалист Тверского вагоностроительного завода Артем Козлов. Он работал над всеми модификациями Иволги. Отец живет в Подмосковье и постоянно путешествует именно на Иволге. И каждый раз отправляет мне либо какое-то видео, либо какое-то фото. В общем, ему очень нравится. И он прям гордится, что его сын задействован в таком значимом проекте. Более 600 предприятий и порядка 50 тысяч человек по всей стране заняты в производственной цепочке. Работы впереди еще много. В планах до 30-го года собрать еще 5000 вагонов нового поколения. Анастасия Кобозева, Андрей Мелехов, Михаил Васильев, Анастасия Слободенюк, Сергей Шатила, Первый канал.